Завтрак и ужин, они идут в талию. Они увеличивают талию. Завтрак и ужин увеличивают талию. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была фигура худая, которая сегодня в моде почему-то, тогда я рекомендую вам завтракать и особенно ужинать. Потому что ужин – это очень серьезная проблема. А образ жизни, который люди ведут, он такой, что в основном хочется есть вечером. Почему вы так тяжело вздохнули? Вот как раз я на прошлом занятии рассказывал. Вы были, Георг? По-моему, не было. Были, да? Если что происходит, ну, про утро я вам говорил, да, когда вы ели утром, завтракаете, значит, эта пища лежит, 11 часов ждет, до 11 она начинает длить. Но в 11 включается джатрагни и включается на переваривание пищи. Это очень важный нюанс. Поэтому будет переварена эта пища, скорее всего, но что-то останется. А вот с ужином все намного сложнее и хуже. Почему? Потому что, когда вы ужинаете, а ужинаете вы поздно после 20, это уж точно, в 23 часа и до 3 утра джатрагни включится еще раз. Но он включится для переваривания того, что представляет опасность для жизни и здоровья этого человека. Это инфекцию, это больные клетки, их надо сжечь, это мутированные клетки, да, и это раковые клетки. А что происходит, когда вы едите вечером? В это время джатрагни не работает, или работает чуть-чуть. Он так, чтобы он совсем не работал, так нет, ну, может, там 5-10% он работает. Но этого недостаточно для того, чтобы переварить пищу. И поэтому эта пища будет лежать в желудке до 23.00. В 23.00 по местному времени джатрагни начнет переваривать эту пищу. Но не будет делать ту работу, которая предназначена для него в это время. То есть переваривание инфекции, переваривание больных и умерших клеток, переваривание раковых клеток и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому эта пища, скорее всего, он, конечно же, джатрагни будет делать и то, и другое. Потому что человеческий организм создан Богом, ему нужно выживать в любых условиях. Но он ни то, ни другое не будет делать так, как надо. Как следствие, человек будет болеть, ну, и так далее, и так далее. И будет набирать вес. Амман. Калудзу? Пену. Пену карстую сварат. Бишкую сварат. Битик аркхи. Аркхи. Куап аркхи. Тикай. Пену вая клетут тикай аркхи. Аркхриту. То есть молоко вы можете пить, но там надо правильно его пить. Я потом расскажу, как это надо делать. А сейчас пока мы отвечаем на вопрос, когда. Что? Это будет отдельный разговор. Чтобы не путать все вместе, не было каши. Поэтому для здоровья очень важно не есть на ночь. Потому что если вы поели после 20 часов, то это точно, даже после 19 реально. Но там, конечно, может быть в меньшей степени. Эта пища будет лежать и дожидаться от 23. И со всеми вытекающими отсюда последствиями пострадает иммунная система человека. Вы будете чаще болеть. Или медленнее выздоравливать. Причем с самыми разными болезнями, какие только могут быть. Потому что джаттерагни включается в два раза. С 11 до 15 для того, чтобы переваривать пищу. С 23 до 3 для того, чтобы переваривать инфекцию. И все, что угрожает человеческому анголичу. А если вы едите на ночь, то он не может эту функцию выполнять. За это надо заплатить. Заплатить здоровье. Поэтому ужин, как там говорят, отдать врагу. Завтрак надо съесть самому. Обед разделять другом. А ужин отдать врагу. Ни в коем случае. Завтракать не надо. Обед съесть самому. С другом ничего не делить. А ужин точно отдать врагу. 100%. Исключения из правил могут быть в каких-то экстремальных ситуациях. Но тогда вам нужно будет противоядие. Противоядие. Вот то, что я говорил. Черный номер один. Очень хорошее противоядие. Черный номер один. Черный номер один. Можно просто после каждого? Можно. Можно. Это средство, которое позволяет переваривать пищу более эффективно. Тем, кто такие пит-то явные, да, колпитогенные проблемы, тем лучше черный номер два. Капхам и ваттам черный номер один. А питам черный номер два лучше. Тогда черный номер один. Чурный номер один это для ватт и капх, черный номер два для пит. Еще, да, еще очень хорошее средство, это пакогада, я в прошлый раз вам в этом говорил, пакогада, порошочек для переваривания пищи. Он годится для всех. Пакогада для всех. Как? Еще такой чай. Да, есть пакодрава, пакодрава. Пакодрава. Есть пакодрава чай. Есть пакогада. Это порошочек. Вот его все могут после еды. Можно перед едой тоже. До и после, в принципе, можно. А пакогада, это вы можете пить между... Пакодрава. Пакодрава чай. Это то, что вы можете пить в перерывах. У кого проблемы с пищеварением, это я советую всем пакодрава. Потому что оно способствует лучшему перевариванию пищи. А тем, кто хочет похудеть очень сильно, да, или не толстеть сильно, для тех капхамуктидрава. Капхамуктидрава. Это такой чай, капхамуктидрава. Вам не надо. Вам поправляться надо. А не худеть. Капхамуктидрава. Это чай, а порошочек называется капхамукти просто. Его после еды чайную ложечку без верха. Чайную ложечку без верха порошки все, да? Запомните, без верха. Много не надо. Капхамуктидрава. Чай. А капхамукти просто порошок. Как его пить? Чайную ложечку без верха после еды. Поэтому еще раз. Универсальное это пакадрава, чай и пакогада, порошочек. По чайной ложечке без верха для всех. Это для лучшего переваривания пищи. Пакогада. Для капх, те, кто хочет похудеть, это капхамуктидрава. Чай пить в течение дня, а после еды порошочек капхамукти.